В Белгороде установилась почти весенняя погода. На улице плюсовая температура и высокая влажность. А это первые помощники распространения вредоносных вирусов гриппа и ОРВИ. Заболеваемость в регионе, по данным Роспотребнадзора, ниже эпидемиологического порога. Однако забывать о простых правилах профилактики все-таки не стоит. Каких именно, расскажет Анастасия Милославская. Анастасия Милославская. Чем полезно закаливание, знает каждый. Но облиться ледяной водой, еще и на улице решатся единицы. Для воспитанников детского сада номер 75 это стандартная процедура. Детей здесь приучали к холодной воде постепенно. И не зря статистика показывает, закаленные болеют гораздо реже. Конечно же разница есть. Детки, которые моржат, болеют значительно реже. И даже если они заболевают, то 2-3 дня и детки приходят в детский сад снова. Дети, которые закаляются, они, конечно, лучше приспосабливаются к условиям внешней среды. Они лучше переносят перепады температур. Они гуляют в любую погоду. Мы гуляем в любую погоду. А им не страшно промочить рукавички. Мы делаем постройки. То есть они не плачут, не переживают. Иногда даже и ноги промочат. Тоже ничего страшного. Когда на улице прохладно и влажно, вирусы простуды и гриппа распространяются быстрее. Сейчас регистрируемый уровень заболеваемости в Белгороде ниже эпидемического порога почти на 50%. И такие данные, говорят врачи, только благодаря вовремя принятым мерам профилактики. Профилактика гриппа есть специфическая и не специфическая. Специфическая профилактика – это вакцинация населения. Последние годы мы прививаем от гриппа, и у нас нет такой высокой заболеваемости. Даже вот сейчас, несмотря на зимний сезон, уровень заболеваемости остается намного ниже, чем в прошлые годы. Гриппа как таковой, вспышки тех эпидемий, которые мы наблюдали много лет назад, последние пять лет не отмечается. Неспецифическая профилактика – это применение лекарственных препаратов, а еще правильное питание. Врачи также советуют одеваться по погоде. Лучше, например, накинуть куртку потоньше и теплый шарф на шею, чем ходить в теплом пуховике на распашку. На календаре еще зима, а на улице вовсю пахнет весной. А это значит, что под ногами сырость и слякоть. Зимняя обувь, которая согревала в снежную погоду, совершенно не подходит для межсезонья. Чем теплее и суше будет вашим ногам, тем меньше шансов у вас заболеть. Кожаные ботинки на тонкой подошве быстро промокают. Для такой погоды обувь должна быть либо на платформе, либо водонепроницаемая. Кроме мер профилактики, у каждого есть свои способы справиться с первыми признаками простуды. У нас клюква, вот мы выдавливаем сок и по чайной ложечке в день, если какие-то начальные признаки простуды. Имбирь и лимон. Чай завариваешь и пьешь. Горячий чай с малиной и по теплоодеяло. Больше салатиков зелененьких. Молоко, мед и в постель. Я в первую очередь к доктору все-таки иду. Как именно укреплять свой организм народными методами, таблетками или вакциной, каждый решает сам. Необходимо помнить о том, что межсезонье не обходится без вспышки гриппа и ОРВИ. Если на данный момент ситуация в городе стабильная, меры профилактики все равно не будут лишними. Анастасия Милославская, Евгений Северинов, Александр Подубный. К этому часу. Белгород.